Грядут первые выходные уже наступившей осени. Самое подходящее время отправиться на прогулку, пока совсем не похолодало. Тем более синоптики обещают значительные ухудшения погоды совсем скоро. Куда именно сходить, чем себе занять и что интересного произойдет в ближайшие два дня, расскажем в нашей постоянной рубрике Культмасс. Если ты диджей, тебе нужен только ноут, немного таланта и один трек. Вот тот парень, видишь того симпатяку? Он диджей. Я диджей. Пока правда в малом зале. Опасаешь Бейонсе? Конечно нет. Как бы ни обманывало нас название фильма, это история о дружбе. Четверо друзей мечтают стать знаменитыми, при этом занимаясь любимым делом, но пока же все время терпят неудачи. По закону жанра, каждому приходится повзрослеть и все-таки взять свою судьбу под собственный контроль. Перед главным же героем встает выбор между любовью, верностью, старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтал. Что он выберет, не узнаем, пока не посмотрим. Это будет лучше, лучше, лучше всей твоей жизни. 128 ударов сердца в минуту. Выступления рок-музыкантов, шоу, театры огня, современное фехтование и ритмичные танцы. Все это и многое другое для того, чтобы первая выставка Уралов, Юпитеров и планет, а также современных Ямаха, Сузуки и прочих была еще интереснее. В субботу, 5 сентября, можно будет присоединиться к мотоэволюции и почувствовать себя немного байкером. Всех желающих ждут на площади ОКЦ. Православные иконы, мед и одежда из экологически чистых материалов. В субботу в общественно-культурном центре пройдет выставка-ярмарка. Еще одна ярмарка следом, но уже не православная, а для молодых семей и пар. На интересующие молодых родителей вопросы ответит врач, а после всех желающих научат рисовать песком. Любители лошадей, придя в субботу в конно-спортивный клуб, увидят военную подготовку кавалеристов, строевую езду и фаер-шоу. Все это в рамках концерта «Славим победу». А все воскресенье для горожан пройдет под эгидой творчества. Дом ремесел отмечает свой первый день рождения и зовет всех на праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова